В свободном каток откроется примерно через две недели. Кстати, здесь будет первый в Преамурии искусственный лед. Причем назвать его таким можно лишь условно. Отличается искусственное покрытие от обычного только способом заморозки. Сам же каток будет из воды. В тонкостях ледовой технологии разбиралась наша съемочная группа. Сотни полиэтиленовых труб уже несколько дней укладывают на дно хоккейной коробки. На первый взгляд технология похожа на теплый пол. Совсем скоро здесь появится единственный в области искусственный лед. То есть не синтетический, а именно намороженный из воды. По этим трубочкам, как в своеобразном холодильнике, будет течь специальная химическая жидкость для охлаждения. Температура льда будет приблизительно минус 7 градусов по Цельсию. Здесь сверху еще будет песок. Песок будет замерзать. Ну и получается из-за этого образуется лед. Потом водой заливаем и получается лед. В принципе ничего сложного. Ну как холодильник. Только большой. Каток планируют подготовить уже через 10 дней. Толщина ледового покрытия, кстати, будет всего 5 сантиметров. Директор строительной компании Станислав Зелинский шутит. Провалиться под этот лед не получится, а для комфортного катания его толщины вполне хватит. Работы много, конечно. Еще осталось у нас. Здесь будут балконы для зрителей. Вообще рассчитываем до тысячи мест. Трибунки и балконы для зрителей. Здесь работа еще будет естественности, естественности. Кровь утепляться. Гараж пристраиваться. Планируют пристроить к помещению и несколько раздевалок. Спортсменам, которые будут здесь заниматься, их уже не хватает. Тренер младшего состава хоккеистов спортклуба «Союз» Владимир Даниленко говорит, когда свободницы узнали, что на стадионе появится крытый каток, где можно заниматься с сентября по май, количество ботопечных увеличилось в несколько раз. На тренировки ведут даже дошкольников. Возможность заниматься непосредственно хоккеем, а не играть в футбол или бегать по беговой дорожке. Дети очень ждут, очень хотят. И видно, что интерес к тренировкам на футбольном поле у них теряется. Они уже очень хотят на лед. 11-летний Саша Голенок занимается хоккеем уже 5 лет. И расставаться с этим видом спорта не собирается. Саша предан своему спортивному клубу. Когда вырастет, хочет играть во взрослой сборной и даже тренировать хоккеистов. А пока радуется, что команда сможет тренироваться на льду на несколько месяцев дольше, чем соперники из других районов области. Для меня он самый лучший футбол. Но как бы более играю, что потом на хоккей кататься хорошо. А так хоккей больше всего нравится. Правда, свободницы сетуют. У нового покрытия есть и подлёдные камни. Если нашим спортсменам придется выезжать на соревнования в другие города области и играть на открытом катке, то их привычка заниматься в тёплом ангаре может сыграть не в пользу команды. Алена Рябова, Светлана Кислова, Кирилл Захаров. Новости дня. Информационное агентство «Порт Амур».